Сандлер, Сандлер, Сандлер. Да, Сандлер. Это моя девочка. А вот книжка. Всего два сигнального консистляра. Вино уже в закромах, как говорится. Дожидается нас, пенится. Ну и мы тоже в ожидании поэзии пенящей, как вино. И самого вина. Игорёк, ну как у тебя там дела? Которые? Друзья-то, украинцы, украинцы. Они говорят, что они тебе дали какой-то косец. А я понял, что ты на Высоцкую не мог ко мне поедать? Я там припихну. Они это же тоже снимали меня. Это они тебе не давали. Ну если ты мне передавал? Нет, они мне не давали. Просто я им звонил, они сами ничего не знают. А Высоцкую же только они тут снимали. Ага, ясно. Поэтому, ну будет, Сакус-то здесь будет. А самый главный? Причём Сергей Шаповалов, да, Сергей Шаповалов, который это делал. Он через день вообще в Комарово. Для него это был подвиг за ночь. Для него это был подвиг за ночь. А барановка? Очень-очень далеко. У нас вино. Вот, водички. Ну там можно съесть, можно спросить. Не знаю. Это классный, любые рестораны. Спасибо. Я в новом. Имидже. Да, я вижу. Практически хиппи, хотя. Скандинавты, княжные. Мне же вчера вообще, на самом деле, можете меня поздравить, дорогие друзья, я закончила лит-курсы. И у нас такая вчера была вообще пьянка, так вот хочется всё-таки сказать. Я только хотела спросить. Михаил Сергеевич Ахманов, Ахманов, Ахматов там, знаешь, Ахманов, который с Гарри Гаррисом сотрудничал. Вот, и был директор клуба книги и копии. И мы с девчонками, ну, мне как бы сказали, а, кабинет 13-й. Я говорю, 13-й счастливый число для меня. 13-й автобус, который постоянно возят на его городках. Я, знаешь, мне поручил директор всё, на одновременности, там, идут, да, аграция, вот они более-менее, что-то там такое. Ну, на 19-й автобус, такой не очень большой. А вот это вот... 5-й счастливого для него. Ничего. Это уже катестолический. И у нас, я говорю, так, я просто санаю, закуплюсь, и мы идём. Да к мне, там какая память? Да мы пошли. Прямо с низби, ну, какая память? Прямо с низби включаешь это, и с Винчестера, и смотришь. Я вчера очень столько помню, где направилось? Там несколько дней не пили. На самом деле, я уже пила не несколько дней, а очень-очень долго. Но ради такого, как говорится, случая, посчитала, что хороших напитков, в принципе, можно немножко. Я вообще не понял, очень любви хорошие... А, ну, ладно, хорошо. Вы что-то прочитали. Нет, я не прочитала. Ну, не прочитала. Ну, хорошо. Здравствуйте. Ой, Александр. Андрей, слушайте, так вы хотите что? Сейчас ещё ничего, но будет происходить... Слушайте, ну, по городе, да, действительно. Слушай, тогда я вас представлю. Без города вы совсем другой. Как иногда западать какое-то... Ну, жарко. Александр Лидин, Андрей, Надежда Сипаила, Игорь Диордиев, замечательная поэта, Альфред Уласкинс, фотограф, талантливый фотограф, с другой, Адам, 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 величинси легендарная, у Свободы Павла, там у них музыкальная, так сказать, и поэтическая гостина. Так, Александр Трайв, замечательный клип, музыкант, в общем, исполнитель. Ну, а остальные все сейчас еще на подходе. Они решили зайти в магазинчик. Давайте начнем, да. А то иначе придется... Хорошо. Начинаем все хорошо. Вроде да. Убрать? А, убрать. Пока не началось. Пока не началось, да. Хорошо. Давно вам хочу представить. Юлия Гордеева, Мариана Соломко, ну, вы, верстесь, конечно, признают, Игорь Диоди, Дмитрий Вересов, Надежда Сандлер, Андрея Калласка, замечательный, какой-то, что-то, Адам, Легендарная личная, Андрей и Александр Лидин. Кого же я забыла? И Александр Драйвин, мой замечательный друг, музыкант, прекрасный клип. Ну, остальные на подходе, в том числе и Саша Горн. В этом свете, собственно, презентация, которая состоится сегодня. Начнем. Дуэйте с Дмитрием Вересовым. Да, здравствуйте. Я Дмитрий Вересов. У меня, на самом деле, как бы, вот я посчитал, у меня, значит, в грузаических книжах порядка 30 написано, значит, а порядка 20 книжек переводных и примерно штук 12 стихотворений за все время. Вот. Причем, так сказать, то, что, в общем, стихотворение это, ну, я не знаю, насколько это можно так назвать, но вот Саша считает, что можно здесь исполнить. Вот. Она, причем, выбрала те стихотворения, которые, в принципе, нужно, так сказать, не читать, а петь, причем желательно под гитару и желательно в пьяном виде. Вот. Ну, я, значит, в трезвом виде вам почитаю это немножко, значит. Одно из них, значит, навеяно Осипом Умельевичем Мандельштамом. Я решил, что надо в таком же размере что-нибудь написать. Получилось такое, типа, так сказать, такого вот смещанского романса, значит, который вот просится на фоне там коврика с лебедями там после военной поры, вот что-то вот в таком духе. А эпиграф, значит, это оригинал, так сказать, это Мандельштам. А я думаю, вы узнаете это стихотворение. Не спрашивай. Ты знаешь, что нежность безотчетна, и как ты называешь мой трепет, все равно. И для чего признание, когда споворотно мое существование тобою решено. А мой поэт, значит, исполняет на кухне следующее. Что спрашивать? Между нами все беспредельно ясно. И тщетность нашей драмы мы поняли давно. К чему теперь терзаться томлением напрасным? Давай же улыбаться и молча пить вино. Остыли наши страсти, как пунш на дне бокала. И звонкий кубок счастья и спит уже до дна любви. Распались чары, и лишь дрожит устало на старенькой гитаре последняя струна. Любовь была красивой, познали мы немало, и пламенных порывов вкусили сладкий тлен. И я не знал сомнений, но ты сама порвала взаимных упоений ажурный губелен. И вот теперь между нами все беспредельно ясно, глубокими снегами любовь заметена. И темной шалью плечи не кутая понапрасну, разлука после встречи предопределена. Спасибо. Не хочу, не хочу, чтоб песка перемалывать зерна и пустыне протухший кефир добавлять вместо крепкого дерна. Не хочу пилигримом брести, по барханам глотающим стопы, я промчусь полем перекати, развивая горячечный ропот на излученных вымерших рек, что впадали в дремучее море. Архаичный моллюск человек застывает в прощальном укоре. Надо, конечно, петь. Значит, это коллективное творчество, второй курс филфака за пивом в академической столовой. Значит, под впечатлением, в общем, вы сами поймете, под впечатлением какого поэта написан следующий романс. Вновь эти пьяные ночи Снова на сердце печаль Или забыть ты не хочешь Или ушедшего жаль Сердце терзаться устало В жизни все тлен и обман Дрогнет в руке исхудалый Полный до края стакан Припев «Эх, черт возьми, гусар» Нет хуже женских чар В глазах любовь, а в сердце их обман Ты чарку осуши, да запропой души А дальше смех и слезы и туман Ветер в трубе завывает Пусто вокруг и темно Только рука наливает горькое это вино Светлые воспоминания К черту, сегодня я пьян Мы позовем на гулянье Шумных горластых цыган Там «Эх, черт возьми, гусар» И так далее Если ж веселье не в силах Душу согреть хоть на час Все, что всегда было мило Стало ненужным сейчас Если не сладить с тоскою Водки бутыль на столе Есть пистолет под рукою Пуля найдется в стволе Так, ребятушки, у меня сантехник Завтра мы встретимся До тех, кто желает Встретимся в старой книге Теплой, дружной и пьяной компанией Спасибо Браво, Дмитрий Теперь хотел бы пригласить На сцену Игоря Трифановича Деордиева Замечательного поэта Тонкого, обрывного Не менее интересного Оригинального Чем у нас замечательный Дмитрий В своем роде Внимание Просим Я думаю, что С стихотворения о городе От философского Потом потихонечку Перейдем на любовную велику Из нее летом никак Кто будет первый ты? Не узнаю Миг отражается в реке Страх за потерянная плата И только пепел на строке Лишь подчеркнул мои утраты Собрав глаголы в грусти ряд В цепочку дат воспоминаний Вот с фотографией глядят Фасады стертых с улиц зданий И скверов, ставших в наши дни Лишь переходами в былое По окнам тусклые огни Углями стали под золою А ветер, избегая фраз Лучами высек утром холод Из абсолютно чуждых глаз Что мне в толпе подсунул город С которым просто незнаком Он давит словно птицу клетка Не узнаю свой отчий дом Была вчера другая ветка Где сплел гнездо И тихо жил И от стихов не знал отбоя Лист увяданья закружил Накрыв собой мое былое Чужая Невская вода Невою прошлое уплыло И не вернется никогда Что было Я отвечу двумя словами Невская вода Более философская С Петербургом на ты От весны напитаюсь духами Свечением почек С Петербургом на ты Я сегодня пронзительной ночью Я мостов постигаю Влюбленность и страсти объятия И скользит отражением Мое подвенечное платье Он меня поглощает дворами От счастья хохочет Я до боли пьяна В сфинь совпадаю Белые очи Как блатная лиса В звенящую синь зазеркарья В стеклах вспыхнут цветы Невысотки Иван да Марья С мятой простыни улиц Словами наполнен кораблик Горький кофе воды Разъедает газетную правду Ленинград, Ершалаим Город из сна открывает Летопись зимних витрин В омуте каменом тает Призрачный Ершалаим Мастерского смеркнущий космос С тенью ведет диалог Чертит он вечный этопос Дьявол, гоноцарий, бог В запахе лета или ада И егемона мольба И Ешуа, ну не надо Жаль мне себя и тебя Стонут оливы и небо Молятся Левий и Матвей Дай нам духовного хлеба Чешу распятья и спей Почва от засухи в ранах Гвозди предчувствуют кровь Мечутся стадо баранов Блеют его приготовь Кровью окрасилось солнце И умирала земля А в воскресенье в дворовом колодце Господа встретила я Аплодисменты Мне не дробь Я всмешала будни с бредом снов Ночь с рассветом бродит в поле строг Где стогами встали стебли слов Где на кочках с клюквой зреет сок Горик плод и грустен старый сад Птицы в небе сверху видят юг А ручей мгновений в беге рад Прочертить событий новый круг Ветер гонит вяло время челн Что плывет без весел в суде в ток Где играют строки в ритме волн И сместились рифмы жизни строг Слева ночь, а справа утро топь Слов еще набился целый сток Под крыло вошла сомнений дробь И взлететь за стаей я не смог Фиолетовость комнаты В сны летят лепестками фиалки На диване в иное изогнутом Уплываешь сквозь белые рамки Где он вынырнет в детстве или в юности В глубине позабывшийся глаз В льдах молочной запекшейся лунности На коралловых лезвиях фраз Просыпаться как будто не хочется Чье-то имя ты шепчешь во сне Задыхаясь от собственной копоти Дьявол тени плетет на стене Полночь стала полнолунной Тропка вечности не спит Мелодичный, многострунный Ветер с тайной ночи слип Волны мрака сонно плещут Бьют крылом о волуны Что на мелях ночи блещут В бликах сказочных луны Драгоценны грани камня Но они уже в крови Мотыльки летят на пламя Гибнут в заводе любви В мире призрачных признаний В пустоте любовных строк Я лечу тропой познаний Я, по сути, моделек День наш иссушен сегодня Нет, не страдай так, не плачь Может, присмертно и больно Скарпелем скроет удач Не разрываясь само ночи Грозами гулких часов В лунности сливочной горечи Ракушки вымерших снов Словно любовь неолития Окаменела давно Взор золотой нефертити Светит в янтарное дно Там, как цветок оживая Нежно дрожит глубина В патоке светлого рая Вечное он и она На небе поле незабудок На поле небо опустилось Ушла и не было, как будто Лишь показалось, лишь приснилось Быть может и не сон все это А преломление грани лета И ты была зарей пропета В сиянии сказочного света Играла флейта утро нежно Пел словей природе оду В лугах мечты моей безбрежной Ручьи несли любовь, как воду На валуны летели брызги На небесах звучали хоры Ты подходила слишком близко Но исчезала слишком скоро Как легкий луч или виденье Тумана из воздушных нитей Твой селой отказался тенью На фоне утренних открытий Что мне сулили неизбежность Потерь и радости немножко Ты на меня глядела нежно Хоть оказалась черной кошкой Помню двух шариков Брачный полет Ты их поймал Вдруг исчезнув в заливе Светлая чистая радость живет В свадебных шариках Нежно счастливых Связанных вместе на сотни веков Или секунду до точки прокола Праздничной свадьбы Нарушив покров В небо разлили Мускатное соло Как трепетали они на руке В рай устремляясь От властной веревки Дома уснули они в уголке В пункте конечной своей остановки Я искал свою любовь каждый день Мне казалось, я найду чудный взгляд Но встречалась на пути только тень И звучал сверчок Коверкая лад А надежда шла понурая прочь И своим мечтанием был я не рад Дама черви снилась каждую ночь С дамой бубен сон настраивал лад А проснусь, ищу любовь каждый миг Веря в то, что обрету счастье сам Но встречаю на пути внешний ших И подмаскаю лицо милых дам Вот вчера опять нашел дивный лик Оказалось, это все ложный блеф Объяснился я в любви даме пик А в мою судьбу вошла дама треф Застыло подобием букашки Глаза в монитор устремив Как будто царица опрашки Злой менеджер рыночных фильм В глазах изумрудная тайна Самшитовый бархат лесов И лучики доль камилайма Сквозь сумрак влюбленных стволов В экране судьбы растворимся И выйдем из тени вдвоем Адамой и Евой родимся Адамом и Евой умрем Спасибо Дорогие друзья, я думаю, прочитаю Буквально несколько своих стихотворений И после этого приглашу на нашу сцену Моих дорогих друзей Замечательный ансамбль «Лос Калорос» Староцветские помещики В диком заросшем тобою саду Яблочным медом пронизано время Сколько здесь яблок Найду, не найду Яблоко то, что сорвало бы Ева В воздух, как студень, так вкусно застыл Как у помещиков у старосветских Плесень внесла исключительность в сыр Но помрачила сознание дворецких Здесь бы принцесса безбрежно спала Слишком заросшей зеленью стены Жизнь в этом мире почти умерла Не откупорив замшелые вены Сегодня день защиты детей Поэтому хотелось бы посвятить одно стихотворение Немножко детству И такое немножко философское, может быть Застекленный мир А дуванчик нимф рисует В волосах от нимфа блики Но все выше жизнь не туя Ты, не больше земляники Пахнут клейвером ладони Не забудками обоев Но бежит из детства Ронни На ковчег плавучий ноев Солнцу цитру смехом мамы Брызжет весело и звонко В круглом мире Далай-ламы Застекленный мир ребенка Остановлен и заснежен Вечным трауром снежинок И печально всито сцежен В гущу жизненных чинок Я приближаюсь Небо взбивают Белые голуби Сахарный пух От перин тополей В этой коктейльно-июньской проруби В смертную тьму Ярко брыжет елей Глаз твоих солнца И воздуха пенного Я тем елеем янтарным пьяна Выше строений Бетонного, бренного От запыленного болью окна Я приближаюсь Незримая, легкая В солоде трав И ванили цветов Тяжесть семная Соленая, горькая Падает в бездну Распахнутых ртов Льется волненье В мускатные вены В амбре свербенной Тонет прибой Времени ярко-гранатные стены Взорваны нашей судьбой Ну а где-то очень будет созвучно Александру Травину Который истинный коктебелец Ты Пахнуть можно горечью века Пылью дней Островком чебурека Коктебельским рассветом лимонным Ароматом ланкомовских модным Нарисованный мир Отражая Лишь с собой ты пахнуть не сможешь Оболочка надета чужая Ты поймешь Вместе с содранной кожей Мне кажется Это очень интересная философская тема Что мы разговаривали периодически с Александром Что может быть когда-то мы возрождаемся Может быть мы все инопланетяне И вот этому как раз посвящено предыдущее стихотворение Ну и конечно стихотворение Ну я прочитаю, наверное, одно или два Потому что хочется, чтобы все успели выступить В нашей дорогой Руси Ночь над Друсью Красным солнышком по сине Фиолетовое ультра Ароматом лунной дыни Мироточит нега утра Соты душ сочатся медом Распускаются бутоны Под крылатым анимоном Ночь свинком из белодонны Умирают в поле бледном Малокровием одета Перевернута вверх дном Ее свадебное лето Тело в трещинах земли Не нашло былые соки А комбайны корабли Заковала сталь осоки В змеевитых недрах глаз Крик совы И лепит птичий Избербанковский отказ Чек России обналичен Дорогие друзья К сожалению Не хотелось бы Конечно на печальной ноте Заканчивать Хотя нужно было бы Остановиться на этом Но все-таки Я наверное прочитаю Еще одно про город Чтобы не заканчивать На траурной ноте Уменьшаясь Сейчас как раз Такое прекрасное лето Вот это вот Когда чувствуешь себя Действительно ребенком Все такое солнечное Все такое воздушное И мне вдруг представилось Я действительно очень люблю наш город Мне вдруг представилось Как и Бог становится ребенком И уже Как сказать Не хочет думать Ничего плохого Он становится маленьким И где-то Хотя он у нас старик Станется ребенком И забывает о проблемах Всех нас О проблемах людей И вот об этом Это стихотворение Мыслим лучистый свет И дома поглощая числа И горячие грешные мысли И десятки прокрученных лет Так незыблем Июньский день И людей И теней бирюза В серебристых ресницах глаза В распустившихся душах Сирень Так беспечен И молод Бог Бог ребенок И Бог старик Трехколесный Крутит итог Уменьшаясь Не слышат Крик Спасибо На этом Хотела бы Пригласить на эту сцену Теперь будет Музыкальная часть После которой Снова поэтическая Ой, спасибо Мы с соседями людям Спасибо огромное Как поэта Как человека Совершенно замечательно И мы взглянем Мы взглянем Спасибо огромное Дорогие друзья Обнимите же Обнимите Минуточку Я думаю Что мы Оставим В наших сердцах И в нашей памяти Это очень актуально Потому что У меня недавно Было день рождения Сегодня мы ему отмечаем Буквально 25 И также вчера Я закончила Литературные курсы Как раз Руководитель Дмитрий Вересов И мы там Все отмечали Поэтому У меня сегодня Такой большой праздник Как и у всех У вас Я уверена А теперь я приглашаю На сцену Потому что Они вообще молодцы Действительно На что пришли Поскольку Завтра уже уезжают Так что Это с их стороны Просто Грандиозное что-то Я им очень Благодарна Но мы Дружим уже давно Как и многие Наверное Мы То есть Такое не сочетаемое Порой Сочетатель После этого После Лос-Калорас Всегда сочеталось Да Вот интересно Я поражаюсь Допустим Вот Александр Травил Он еще ведь Прекрасный Разбиратель Компьютеров Кроме того Что музыкал Я говорю Есть как говорится От медик После всего Нашего действия У нее будет Поэтическая И музыкальная Нотка И высыпят Некоторые Желающие Скажем так Юлия Гордеева И так далее Потом снова будет Музыкальная Будет Олег Горностай Ну что же Теперь я приглашаю Лос-Калорас Юля Юлечка Может быть Ты пока Заменишь Как говорится Паузу Что-то прочитаешь Пока настройка идет Одно стихотворение Просим Юлия Гордеева Она будет Здесь Можно будет Прикупить Потому что Поцелу Еще недорого С августа Здесь будет И в старой книге Где у вас Видите А я прочитаю Стихотворение Косметички Копаясь в недрах Косметички Я в ней увидела Аптеку Намного лучше Чем в больничке Предадись А таблеток нету Я имя клетки Не разрушу Хоть через длительное время А может Вылечу и душу Став веселее И шустрее Румяна Пудра Без сомнений Намного действенней Таблеток И тот Кто был бледнее Тени Вдруг вспыхнет Жизненностью Светом Лекарств Немало Я задел Храню Как клад В своей аптеке А чтобы жизнь Не заржавела Она должна быть В человеке Два стула А вот Есть Два Как раз Вот здесь Я Почитаю стихотворение О пластилине Пластилин Как младенец Послушный Если мять Его долго И много Можно вылепить Личико Уши Да и форму Любую Свободно Захочу Могу вылепить Волка Или котенка С обглядом Веселым Так родители Лепят ребенка Возлагая С рождения Основы А когда Что не день Передряги Во всей жизни Одна чертовщина Значит Сделали предки Трудяги Меня не из того Пластилина Но пускай Я сейчас Повзрослела Я в руках Мно кусок Пластилина Изменить жизнь Совсем Не проблема Если есть И желание И сила Теперь на сцену Приглашается В лоскоп Там бы еще Вот один Такой Давайте я отойду Не мешай Отойду Не, просто Игорь А нужен еще Да? Нет Нет Мы Исполним Три песни Первая Она Что-то у нас Сегодня Такое Существенное Грустное Настроение Захват Дениса Нам захотелось Исполнить Песню Под вечер Осинний ветер А потом Еще два номера На стихе Александра Тарапова Под вечер Осинний ветер Зорвал Золотые листья Захват Захват Остинний ветер Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Александр Лидин Буквально в чуть-чуть, чтобы мы все остались Ну, вкратце, Юлечка Вся жизнь словно съемка кино По сущности родственной сцене Составить сценарий легко Труднее его воплощения Когда в жизни тысячный раз Случаются дубри, повторы Видать, постановщик не аз Без цели, духовной опоры Чем зря киноленту мотать Не лучше снять сцену по новой И сцена, что первая снята Для всех сцен послужит основой И вот тупли все позади Доносится снято со сцены Когда в жизни есть литмотив Не страшны любые проблемы Чай, шурша оживленно в коробке Предвкушал глубину ароматов Его пачки в цветастой одежке Представлялись невскрытые тайны Но пока содержание не вскрыто Я себя утешаю искусно Пропущу чай, как жизнь через сито Осознав вкус, найду свое русло И стихотворение «Сигареты» Я сжимаю в руках сигарету Но как сестры с ней очень похожи Задымляем с ней те же предметы Купим клеточки собственной кожи Слышим шум говорливых соседей Видим те же кино, сериалы Я сообщаю ей в личной беседе Свои мысли, мечты, идеалы Убавляем в жизни друг друга Как она превращусь я в опорок Только вот не трясусь от испога Без нее будет жить очень трудно Спасибо Если у него будут что-то сказать Если не прочитать Я на самом деле Какие-то интересные вещи На самом деле все это И даже приглашение И то, что я попал сюда Достаточно неожиданно для меня Было, потому что В общем-то я немножко как бы Ну и с другой литературной компании И с другой совершенно Которая занимается Ну в основном Такой более Популярной литературой То есть Всякими там Эдективами, фантастикой Ну и всем прочим Ну как бы С другой стороны Конечно Все когда-то Проходили Проходили Да Все когда-то писали стихи Все когда-то этим занимались Потом старались писать романы В общем Вот как-то так Все это где-то осталось Ну если только вспоминать Вот далеку юность Как я могу сбиться Я уже А весной В Ленинграде Скучно сырое светло Все же это не мешает Пить хорошее вино Наслаждаешься букетом И не знаешь ничего И не думаешь про это И не надо никогда Летом все намного проще Летом жарко и светло Хлопнул полстакана водки А тебя уж повело Получается дешевле Много лучше и скорее И как будто бы и нету Этих мерзких февралей Осеннюю порой Начинается все вновь Хоть карман свою здоровью А идешь искать любовь Все никак не получаешь Все никак не повезет А потом надоедает И берешь что попадет Браво! Я очень рада Что за психом Мы познакомились На этой песке И так там гуляли Что наверное на том свете дрожало И небо, и потолок И преисподня в том числе Я уехала раньше Но тем не менее Но мы еще Такая замечательная Фееричная компания Не буду вам это рассказывать Мне жаль Это академия будет И как там называют Ассамблея Ассамблея, да Может это не будет Ну ничего, организуем Теперь я приглашаю на сцену Альфреда Поласкеса Может быть тебе немножко Себе чуть-чуть Выставка катушки и планов Потому что не все Замечательная фотография Мы участвуем в международных выставках В нашей Катырбургской Конечно Где они происходят Осень могу вас пригласить Это музей Карла Булы Там открывается традиционная выставка Эпоха зримой Эпоха зримой черти По-моему, так называется Ну там мы тоже будем участвовать Это когда будет? Это будет в неюве Это как действие происходит? Это Голейский проспект 54 А, да-да-да Ну это, конечно, да Ну нет, там, можно в пятой считать Цитаж Конечно, надо Продеживанные листочки подниматься вверх Так что вот Ну так вот Печатаемся, конечно, в журналах, газетах Ну, так же, конечно, пишу стихи Это проза в общем-то Ну, в общем-то Коротко-ясно, я думаю Вот такое короткое стихотворение Называется на Неве Да, уже и забыл, видите С каплей звонкой на бороде Вдаль нацелив большие ноздры Лос стоит в ледяной воде Осторожно нюхая звезд И, наверное, думая с нежностью На Неве хорошо, но странно Звезды пахнут веселень свежестью И немного речным туманом Меня не заметив Но рад я, что есть ты Живешь на свете Как луч в темноте Как даль хороша Нет, ты не мимо прошла Не знаю В сердце вошла Вот самое главное В сердце вошла Называется такая Осенняя баллада Кружился на Неве Кружился по Неве Осенний ветер яростный Как раскачалась ветхая лачонка Мы плыть с приятелем Готовились под парусом А с берега просилась к нам Девчонка Дух моряка тогда во мне присутствовал Вообразил Неву и океаном Как на шальном ветру Себя почувствовал Героем из жильвернских романов Как бравый капитан С решимостью и серьезностью Девчонка отвечал я Вы видите Какое море грозное Я так боюсь Чтоб вас не укачало Ох ты какое Девчонка-то печальная Осталась в Неве Обыженная и крепко А я издалека Ей на прощание Махал своей немецкой кеткой Сквозь дни Минувшие опять Девчонку вижу я Среди осенних Красок в белом плапится Вернуться бы туда Уж не обижу я Не нагрублю Но дни назад Не катится И снова ветер По нему кружится Ярости Бросает волны У мортов лачонки Я не прошу себя До самой старости Что в лодке с нами Не было девчонки Аплодисменты Аплодисменты В своих берегу отны Но все петербургские дамы От пиковой дамы В селе хранят Свои драмы Нам все равно Где будет Дежки Это и есть Петербургский Аплодисменты Аплодисменты Главное ведь не сколько А главное Качество стиха Можно одним Дорогие друзья Теперь переходим Плавное И даже не плавно В тот зал И Соответственно Начинаем отмечать Наш замечательный Наш замечательный Концерт Подходит Своей Самой главной Может быть В чем-то части Всех так же Жду завтра На Гороху 39 Там недавно Переехала старая книга Товароведы Все уже в культ В общем Ждут нас Свои Крысообъятия Творческие Вот Завтра В 7 часов Будет позже Что-то даже Где-то удобнее Так А ты что-то так сидишь Да Да Девушки Надо помочь Как Как Ваши Возговоры Ну Как Ну Ну Он же Меня Застал Сказать Вы Наблюдали Концерт Я вам Девок Говорили Остался Девок Друзья, развивайте! Друзья, развивайте! Мне очень понравилось Ребята, ну что, выкиньте Вот леттам у меня Я туда поезд Думаю, сейчас грохнет Сейчас все упадет оттуда Чертану Андреевну остались Один конец А там вина нет Потому что кафедры Четыре тысячи Да ладно Это большая Поставим? А вот четыре Здесь собрали Ну, короче, мы туда ставим Вот так вот Вот так вот Постоянно Постоянно Ну, да Ну, да Вот так вот Издание, за которое не автор нам платит А мы платим Вот Ну, да Какие там тематики? Самые разные Нам заинтересуют Кафты Там вот единственное, чем ограничено Ну, это с поддержки города Говорят, давайте сейчас на данный момент Постоянно Выезжаем Сейчас я буду Хочу О, Олег 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 Как Олег Но Олег Олег Да, да, это хватает две песни, конечно, ради этого, это самое, ну не только ради этого, конечно, при этом немножко с опозданием, но мы все-таки дадим, да, конечно, возможно, за то, что мы свою дадим, можно мы вот эту песню, которую мы больше всего хотим услышать? Которую больше нехорошо здесь. Море. Ладно. Олег, ну мы ждем. Да, давай, конечно. Вот за то, что мы дадим свою песню. Да, гитара, гитара. Вот такие настойки, такие, которые просто заряжают. Насыпался. Ребята, минуту. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все чувства желания твои воздет, своей живою хрустальной рукою, и зажурчит, и запоет, чтоб ты растает. Море, 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 мор Соседи и дух очистит твой кувшин Так ловко и изящно, что ты их не заметишь Море, 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 море Мешакой, шуткой, море, море, море В Москве море, солнце светит с тобой Море, море, море В прекрасном помещении, в замечательном месте Совсем рядом с центром, там, городом Отсенной, буквально так, в 10 минут ходьбы Встречаемся завтра на Короховое 39 Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хотел сказать, на Паньгоме-то я тоже был, только я был в том году, понимаешь? Это там, в деревне, правильно? В этой деревне, да. И так интересно, я посмотрел, когда эти фотографии, когда там это было. Сейчас там вообще почти никого уже нет. Ну, там народ уже разъехался, уже отца. Ну, Паньгом, это... Ну, я по всей Паньгоме прошел, правда. Саши, когда к тебе прийти? Ну, когда скажешь, тогда... В недельник можешь? А сегодня какой день? Сегодня суббота. Ну, давай, в принципе. Давай, давай. Здорово, в 39-е, да? Хорошо, а дальше. Уже где-то года 70-е, 80-е примерно, наверное, да? Нет, я не только Паньгома, я имею в виду вообще старые. Нет, 95-е... Ну, 90-е... Ну, есть и пораньше такое ощущение, да. Да, есть, ну, черно-белый тогда-то. Ну, понятно. А что интересно, я говорю, я с большим, я все фотографии смотрю. А, вы не смотрите, не надо, чтобы вы уже второго-то говорили. Я говорю, что... Позад, чтобы усвежить в конце, так, он начинает. Я еще позже. Да я-то отпуску ер, чтобы прикол. Здесь как-то быстроче. Нет, так она до восьми говорит, что... Да. Баян, что ли? Сосылки из дома. Спасибо. Спасибо.